Чтобы сделать жизнь в городе комфортнее, необходимо решить те вопросы, которые по-настоящему волнуют химчан. Сотрудники МКБ «Искра» провели собрание трудового коллектива, чтобы обсудить инициативы, направленные на развитие химок и его микрорайонов. На собрание пригласили членов общественного совета химки «Интересно жить» Михаила Раева, Ирину Беляеву, Александр Якушина, Владимира Суслова, Татьяну Недосвете и Марию Березеско, чтобы вместе обсудить социально значимые инициативы, направленные на развитие городского округа и микрорайона. Предприятие не просто участвует, люди предлагают конкретные инициативы, вносят конкретные предложения по улучшению жизни в городском округе химки. В этом и ценность. Сегодня завод «Искра» – один из лидеров на рынке вооружений среди российских производителей твердотопливных ракетных двигателей. В МКБ трудятся высококвалифицированные сотрудники, ученые, которые ответственно относятся не только к своей работе, но и к тому, что происходит вокруг них. Не оставшись в стороне от жизни городского округа, активные члены коллектива выдвинули социально значимые инициативы, направленные на развитие и благоустройство химок. Основные предложения сотрудников МКБ «Искра», связанные с транспортной доступностью предприятия, в том числе ремонтом подземного пешеходного перехода на остановке улицы Родионова, оборудованием парковочных мест по улице Репина и установкой светофоров на улице 9 мая. На мой взгляд, это актуальный сам процесс, что вот так проходит по предприятиям, тем более по городообразующим предприятиям. И я надеюсь, что предложения, которые будут высказаны представителями нашего коллектива, они войдут в общий план, который будет составлен, и, соответственно, будут возымеют свои действия, и дай бог, чтобы они прошли в жизни. Депутат Химкинского совета депутатов Михаил Раев поддержал инициативы сотрудников МКБ «Искра» и пообещал продвигать их на муниципальном и областном уровне. Это уже не первая встреча у нас в округе. Они очень для нас важны, потому что вот этот формат, который был придуман общением, жители города выдвигают инициативы, они формируются все на один сайт. Будет процесс голосования. Те инициативы, которые будут более важные, за которые проголосуют в первую очередь, они будут в первую очередь осуществляться. Подобные встречи проходят и в других коллективах городского округа Химки по инициативе активистов первичных организаций партии «Единая Россия» при поддержке главы города Дмитрия Волошина и депутатов Горсовета. Члены общественного совета аккумулируют предложенные инициативы для размещения их на едином сайте и дальнейшего голосования. В апреле химчане смогут проголосовать за понравившуюся инициативу, определив тем самым очередность ее реализации. Редактор субтитров А.Семкин